Всем привет! Вы на канале Мир за стеклом. И сегодня мы посмотрим с вами реакцию обычного смертного на более или менее экзотических домашних питомцев. В обязанности человека входит просто открыть контейнер, коробочку, описать свои впечатления, ну и в принципе, как ему животное в целом, нравится, не нравится. Приступаем? Ой, да, боже мой. Да, всем привет. Если честно, уже руки дрожат, потому что как-то для меня это, как ни крути, но немножечко, ну такое, для кого это страшно, для меня немножечко фи-фи-фи, а то, что в этой коробке, так я вообще не особо, говорю, желанием открывать, если честно. Так, ну окей. Я вижу подобного питомца, который ранее у меня был. Был это давным-давно, поэтому в принципе этот меня не особо пугает, но руки у меня дрожат от того, что находится в коробке. Да, переноска немножечко. Не дрожит с открытием. Так, я вижу что-то большое. Ну, но, по-моему, у него явно достаточно травм, как мне кажется, уже неопытному, так сказать, человеку, который связывает себя с данным видом занятости и с животными. Выключи, пожалуйста, чайник. Сейчас. Вот, и, собственно говоря, я не знаю, может быть, не подскажет моя хорошая подруга, которая в этом разбирается, которая, ну, я в данной особи вижу, как бы, что достаточно плачевная ситуация. Первое, что меня достаточно неопытным человеком, не связывающий себя с этим, меня уже смущает вот эта вот трещина, которая, я не знаю, насколько хорошо ее видно, но она прям выступает. То есть, если, да, ее видно, я уже вижу. Вот. Она очень глубокая. Я не знаю, может быть, в дальнейшем расскажут видео, в самом видео, что это и причина воздействия чего. Я пытаюсь, хочу ее взять. Она сама отклеится. Да не, я хочу ее, поняла, немножечко отклеить эту штуку. А что, а, это ее корочка? Да, она была в спечке. Боже, сколько я здесь сидела. Она такая дубовая, как будто, ну, короче, шкарлупая яйца и то более тонкая, чем вот эта вот фишка. Я понятия не могу, сколько она здесь находилась, если честно, потому что, ну, состояние меня очень сильно смущает. Ой, кто к нам пришел? Где-то мой помощник кот. Хама, вылазь. Где? Пусть на тебя посмотрят. Вылезь. У нас тут прям не один питомец. Ну, попробуем. Ага. А, он убежал, он уже в комнате. Ну, все. Потом посмотрим. Так, ну, как бы, это очень, очень скудненько. Меня это смущает, потому что уже я, ну, вот, я, как бы, не очень хорошо ухаживала за своим питомцем, так бы сказать, потому что купила ради интереса. А как за ним ухаживать изначально, как бы, я информацию не считала. И у меня вот такая вот ситуация с вот этой вот корочкой происходила крайне часто, и я первые раза два думала, что, извините, у меня она просто ушла на тот свет. В дальнейшем я поняла, что это такая спячка, вот, и тому подобное, ты хочешь мне помочь? Угу. 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 ее откармливать отпаивать молочком и все остальное на самом деле трещина она такая страшная исключительно визуально под ней уже достаточно толстый слой нарос ракушки поэтому в принципе она только визуальное впечатление создает какой дискомфорт будет создавать я думаю было бы актуально на самом деле под таким видео чтобы возможно люди как и я мало знающий человек писали какие-либо свои вопросы может у кого-то похожая ситуация потому что действительно можно для себя изъять много полезной информации которая в дальнейшем просто поможет правильно ухаживать за такими давно уже любимыми улитками которые как домашний питомец как по мне вообще отлично и как бы и животинка есть и особо там внимания не требуется то есть даже самый занятый человек может себе позволить данное животное при том что они как бы достаточно контактные если за ними правильно ухаживать вот ну по сути да по мере возможности поступления вопросом будем стараться давать адекватные советы но опять же адекватные советы можно дать лишь при полной знании содержание улиток то есть это ну да так как у врача одно дело позвонить сказать что у меня болит голова а другой момент когда врач видит и говорит о том что блин у вас болит голова потому что у вас блин она разбита ну да то есть конечно можно писать вопросы далее мы будем уже по мере тяжести вопросы состояния улитки перемещаться возможно в инстаграм возможно это будет вайбер или телеграм и далее уже будем смотреть советовать пытаться вытащить моллюска из его состояния ну капец если честно но капец как жалко я просто смотрю я понимаю что это похоже на осыпь который нужен я не знаю далеко не год то есть в разы в разы старше то есть вот вот уже извините как пора напить это выкидывать да но не нужно на самом деле очень удивилась что при вот таких вот условиях содержания возможно контейнер покажем чуть попозже при такой достаточно длительной спячки улитка достаточно быстро вышла из спячки при наличии всего лишь теплого влажного мха и еды кстати к еде она еще не притронулась мох твой? мох мой да а ну тогда все понятно может быть улитка почувствовала какие то нормальные условия? ну я как бы знала что мне передадут ее террариум и саму улитку то есть по такой погоде как у нас сейчас плюс 5 даже уже ниже не стоило бы ее нести чисто в ее террариуме поэтому взяли переноску которая в момент транспортировки прячется под куртку дешевые сердито скажем так ну да смешно ползу стрифончик кто там? лапу со стола убери тебе нельзя кто там? кто там? ты бы лицо убрала а то я ракурс не могу поймать ну вас нафиг да? давай-ка вам посмотрите на моего взрослого красивого котла 6 килограммового у меня недовольная морда ну все будем отпускать фаму так оп у меня там у нас хозяин в доме я думаю что хватит ей беспокоить да перейдем к тому к чему в принципе я бы не хотела переходить вот мне как-то удосужился куда поставил? здесь пока на столе короче мне удосужилась как-то не переворачивай коробку я на самом деле не знаю где она что там и как так впрочем в общем я попробую так да как-то мне удосужился такой момент сходить вместе твоё имя вообще знают? нет короче вместе как-то сходить за кормом для для кого мы ходили? для пушка и шери правда для паука ну в общем не столь важно ходили мы быть мать честная за кормами и эти корма были тараканы так вот собственно говоря я уже заикаюсь я уже понимаю что в зоомагазине я думала что меня хватит кондратина потому что эти тараканы которых я видела при том что когда я видела как собственно говоря сам продавец их берет в руки перекладывает я если честно я думала что я оттуда уйду седая когда мне сегодня удосужилась такая честь открыть эту посылку хотя я бы сказала это не честь это просто западляна вот чистой чистой воды правда потому что для меня это вообще ну я не знаю я всех все кто маленький и ползает это что такое? это раскрыть? это раскрою я сама не знаю что это такое боже мой если у меня сейчас что-то выпрыгнет я просто обошусь не ну судя по упаковке там какая-то пластиковая штучка не должно быть что-то живое я не знаю что это похоже на мел это декорация похоже давай давай что-то клювчик как череп какой-то птички да ну в общем я наверно положу его на место давай его для перевозки как бы чтобы же так вот и все вот это вот ползущее маленькое меня жутко пугает это может быть вплоть до того что в более старшем возрасте из-за собой я так заметила что это как бы может быть даже и бужья коровка которую я могу перепугаться так а про сезон хрущей я вообще молчу у меня такое ощущение была бы у меня возможность я бы из дома не выходила поэтому то что я сейчас делаю для меня это вообще я и заикаю все руки трясутся я не хочу ничего в принципе уже дальше делать я просто так понту ради пообещала вот ну как бы ладно вот господи еще что одна упаковка как всегда в твоих видео всегда 100 миллион одна упаковка о боже мой я вижу там уже кончик чего-то мать честная а теперь ставьте видео на паузу и пишите свои варианты кто здесь может быть фух погнали ну короче я могу с полной уверенностью сказать что здесь ситуация не менее плачевно чем с улиткой я бы сказала даже что слишком плачевная потому что я не знаю насколько хорошо вам видно но вот здесь вот я сейчас покажу пальцем погоди вот здесь вот здесь к сожалению особи ну за ними ужасный уход было это было это видно но они аж поприлипали то есть извините их не тельца тебе видно но на камеру это абсолютно не видно сейчас попробуем поймать фокус хоть какой-нибудь в рядный телефон фокус ловить не хочет но все что я могу сказать по этому поводу ко мне вернулись мураши правда раза в 3-4 в меньшем количестве чем они от меня уезжали да ну на самом деле да то есть в пробирке у нас нету воды надо будет что-то с этим решать будем каким-то макаром наверное упаковывать его в другую пробирку делать сиропчик водичку давать и будем пытаться вернуть колонию к прежнему ее состоянию до матка жива это уже есть гуд но на самом деле ну в принципе да расплода практически нету очень мало личинок все крайне таком ужасном можно сказать состоянии ну это к слову о том что люди по основной своей массе заводит питомцев таких ради развлечения и не понимая что с ними делать просто их робят на этой достаточно плачевной ноте будем закругляться потому что у нас есть дела у нас я думаю если у нас все получится потому что мы это давным-давно планируем у нас есть пару наших общих заготовленных видео но немного так мягко сказано про животных ну не знаю если сравнивать с мурахой то в миллиарды разы больше вот у нас есть этот материал отснятый очень информативный очень поучительный и сегодня мы так сказать едем на разведку потому что появился новый питомец о котором возможно дай бог будет сказано в следующем видео и как бы там тоже есть своя ситуация мы сейчас поиграем в Шерлока Холмса потому что мы действительно хотим что-то интересное донести до вас и достаточно поучительная информация поэтому смотрите видео ставьте лайки подписывайтесь ну и коронная всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока пока пока